Мы уже не один раз рассказывали о том, какие работы ведутся по реконструкции усадьбы Тимохова-Салазкина. Совсем недавно специалисты и общественники обсуждали созданные Московским областным информационно-аналитическим культурным центром проекты всех зданий, сооружений и благоустройства на территории объекта культурного наследия. И вот 26 июня после анализа информационного материала заинтересованные стороны встретились за круглым столом в историко-культурном центре города Видное. Для того, чтобы дополнительно обсудить некоторые волнующие вопросы по проектированию реконструкции усадьбы. Мне очень дороги культурные русские традиции, которые, естественно, мы будем возрождать в усадьбе Тимохова-Салазкина. Естественно, будет в какой-то степени воссоздана дворянская атмосфера, также атмосфера купеческой усадьбы со всеми необходимыми атрибутами салонной музыки, которая так процветала в конце позапрошлого века и в начале прошлого, до того, как случился Октябрьский переворот. На такой лирической ноте началось обсуждение генерального плана реконструкции проекта архитектурного решения зданий и сооружений благоустройства территории усадьбы Тимохова-Салазкина. Мы уже имеем в руках генеральный план, мы уже имеем в руках разработанные архитекторами проекты восстановления сколористическими решениями, с какими-то элементами внутренней архитектуры зданий, даже уже с какими-то предложениями по материалам, которые будут использоваться. Уже примерно понятно, где сколько земли снимать, потому что, конечно, за это время здания существенно вросли в землю, и местами земля уже просто над фундаментом, что, естественно, разрушает стены. Присутствующие на круглом столе обсуждения будущего усадьбы еще и еще раз обменивались мнениями о том, где конкретно будут расположены объекты исторической тематики. Хорошая идея – совместить Крывеческий музей, военно-патриотический центр в одном месте, чтобы они не мешали друг другу, а дополняли. Потому что Крывеческий музей – это, в принципе-то, не только история, потому что на истории мы учимся. И когда здесь же располагается еще военно-патриотический центр, здесь получается неразрывная связь времен. Военно-исторический центр будет иметь несколько направлений. Плюс я еще хотел сказать, что мы сейчас определяемся с форматом. Видимо, в основном здании, усадьбе будет располагаться либо кадетская школа, либо школа первоначального, дошкольного и начально школьного воспитания. То есть формат будет все равно связанный с военно-исторической тематикой, но тем не менее это будет еще образовательный центр. Сама идея нам-то, допустим, администрация понравилась сразу, а у жителей были вопросы. А что будет действительно? Что такое военно-историческое? Что мы там увидим? Мы уже видели там ДОСАФ. Ну, много вопросов. И, конечно, каждая встреча снимает какие-то вопросы. Конечно, сегодняшняя даже встреча показала, что можно вместе делать доброе, разумное, полезное и главное для всех. Участники «Круглого стола» внесли ряд замечаний по генеральному плану. Они касались в основном частных вопросов. К примеру, количество лавочек в парке, расположение дорожек в нем и другое. Разумеется, все замечания, которые мы постараемся учесть в проектировании, но надо сказать, что все равно при разбивке на местности какие-то уточнения будут вноситься, потому что, разумеется, абсолютно все смотреть невозможно, особенно это касается территории склонов, при разбивке дорожек на которых, разумеется, будут определенные отступления, уточнения. И мы максимально постараемся учесть все эти замечания, которые получили этот раз. Дворянская усадьба – это в определенной степени музей, где столетиями накапливались огромные исторические и художественные ценности, где создавались идеальные условия для повседневной жизни, творческой деятельности и полноценного отдыха. Возрождение нашей усадьбы, Тимохова-Саласкина, станет не только культурным центром, но и еще одной достопримечательностью Видновского края.